всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут алексей сегодня у нас с вами будет обзор и распаковочка моего заказа ой господи боже мой моих покупок фикс прайсе я потратил 16000 это рекорд это рекорд я еще так столько не тратился ну на это есть основание фикс прайсе поступления новогодних игрушек всяких вещичек я не смог не удержаться если вам интересно оставайтесь со мной до конца всем приятного просмотра слушайте но я обожаю такой магазин где можно ходить спокойно выбирать продукты которые тебе интересны и причем еще по низкой цене поэтому всем всем алга фикс прайс а чтобы у вас был стимул и мотивация я вам сейчас покажу какие классные штучки завезли фикс прайс ну что начнем наш обзор я решил друзья я решил впервые заказать вот такой вот кондиционер для белья ну называется изумрудный цветок я уже его вскрыл понюхал аромат классный смотрите значит объем идет литр 2 250 я всегда удивляюсь почему не делают ровно ну литр там полтора два литра нет надо какие-то вот премудрости делать литр 250 и он стоит какие-то сущие копейки так сейчас секундочку кондиционер 3330 тенге ну давайте если посчитать в принципе на самом-то деле не копеечки да получается пол литра нет все-таки копейки действительно все таки он копейки стоит 2 литра получается 660 тенге ну посмотрим я впервые взял не боюсь экспериментировать вы знаете честное слово хочется ой шопинг нужен вот шопинг нужен я недавно переболел как мне сказали коронавирусом вот и мне видимо нужно теперь отыграться и приобрести что-то такое для души вернее потратиться потратиться и вот что из этого вышло давайте смотреть дальше я взял белизну я мою полы добавляю белизну вот тем более тем более она всего лишь стоит 165 тенге фикс прайсе ну я считаю это не не огромные деньги поэтому взял ничего нового кстати о господи боже мой я немножечко как-то неудобно сегодня тут сел ну ладно вы знаете у нее кстати у белизны что интересно такой приятный запах вот ой чуть-чуть намочил руку ну да она все равно пахнет белизной но но запах приятный вот ну больше всего конечно же я фикс прайсе наверно потратил на елочные украшения я люблю у меня всегда в зависимости от если ремонт в квартире или нету я всегда украшаю квартиру всю вплоть до туалета на наверно вот поэтому если в этом году буду украшать смысле если я буду однозначно украшать поэтому я прикупил вот таких вот всяких интересных штучек я люблю обновлять елочные украшения пока вам рассказываю я пытаюсь найти посмотреть сколько стоит сколько стоит вот это елочное украшение так 440 тенге их здесь получается 12 24 штуки по 4 сантиметра ну то есть от шишечки мне мне понравились мне понравились в принципе как бы недорого но интересно почему бы нет так на елочку будет очень даже симпатично смотреться я взял два набора один золотой и один серебряный еще я конечно же буду эти игрушечки перед новым годом использовать в своих видео обзорах я буду декорировать декорировать зону в которой буду снимать обзоры новинок взял вот такую вот вот такой венок но вы знаете в принципе как-то он мне не уже не особо нравится здесь просто сработал инстинкт шоппинга почему бы все и не скидать в принципе знаете просто он стоит он стоит набор так это разве набор нет это не набор это у нас та-та-та-та венок рождественский 550 тенге но этот на дверь а ну а я что-то подумал он 1100 стоит но раз 550 ладно пойдет невеликие невеликие деньги вот что у меня еще тут новогоднего новогоднего у меня еще вот такой вот колпак у меня есть вообще колпак эйванский но я решил обновить потому что почему бы и нет тем более у него цена тоже не такая вот огромная как он красиво встал так колпак этот новогодний стоит 440 тенге на рынке у нас на рынке в городе можно купить конечно же дешевле но я вот не знаю насколько дешевле и какого качества они мне кажется то что на рынке продают качество конечно же ужасное взял вот такую вот гирлянду мне она тоже понравилось а и я уже даже попробовал ее в действии вот такая вот гирлянда красиво напишите в комментарии как вам нравятся мои новогодние игрушки ну вот как то так вот и вы знаете давно мечтал вот о таком шаре я его уже тряханул были разные там были снеговики там всякие в основном снеговики были елки нот мне понравился домик с новым годом но не знаю решил решил но почему бы и нет живем один раз господи боже мой ну пусть он будет но но человек захотел но почему почему нельзя конечно же можно конечно же хочу вот вы знаете так сколько этот стоит это сувенир называется волшебный шар 808 тенге да вы знаете я буду загадывать желание я буду в нем всегда загадывать желание так потрясу потрясу он все загадал загадал звание вот ну в павел по моему все все что связано с на основе с новым годом вроде бы все есть еще один у нас праздник который двигается это хэллоуин я его как-то не отмечаю но друзья иногда зовут и мы что-то делаем наряжаемся и как говорится угораем вот сколько же это тыковка стоит сейчас я посмотрю не помню наизусть не помню так 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 вы знаете не могу найти неужели бесплатно нет нет же конечно нет подушка декоративная 1100 тенге ну честно скажу конечно мне кажется немножечко дорогого стенка 1100 тенге потому что ну потому что дорогого стенка и все так знаете что и мне немножечко штатив надо поднять друзья я немножечко штатив поднял потому что мне неудобно было снимать ой у меня еще очень много влезет ли это все много сюда не знаю ну давайте пробовать я в этот раз я давно уже говорил вам снимаю не первый раз обожаю вот лейс из печи вкусные чипсы стоят они 440 тенге ну я считаю что это не дешево но учитывая что они печеночные печеные ну то что они из печи то есть они не масляные как мы привыкли обычные чипсы если кто-то покупает то скажу что вот эти конечно более полезные как вот видите пишут на 50 процентов меньше жиров поэтому однозначно я их беру как только бывают фикс прайсе поэтому решил и в этот раз тоже взять так сколько я взял какая разница сколько ну пусть будет вот вроде бы две две пачечки взял еще я ребята батончики я уже тоже по моему в прошлый раз был и прошлый раз брал батончики честно что мой самый любимый батончик это вот twix это и альбини это вот в общем все что связано печенье с шоколадом то есть мне нравится not twix вы знаете батончики у них стоит 165 тенге я посмотрел сейчас конечно же вот эти самые батончики они намного дороже до 165 тенге и взял еще давно не брал нас тоже давно не брал решил что надо тоже взять себя побаловать нацам тоже 165 тенге вот и взял вот такой вот еще батончик он недорогой 60 тенге стоит и вот его то как раз я кстати сейчас сразу и попробую только я напиток никакой не взял запить я их раньше брал тоже в принципе довольно он кстати на нац похоже чем-то довольно очень хороший недорогой батончик рекомендую прям ребята берите стоит он 60 тенге ой 66 тенге теперь проживать надо взял еще освежитель вот для воздуха называется после дождя с запахом арбуза я уже его попробовал мне в принципе он понравился так а сколько же освежители освежители стоют 550 тенге ну в принципе в принципе можно найти в магазинах где-то дешевле но не вижу смысла это же фикс прайс конечно же фикс прайс и как же без чаев у меня я люблю уже мне нравится вот этот линеечка цитрус ой цир 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 тыс неважно и нравится мне тест тест чину у меня в этот раз получается что тестов еще пока есть и я не стал как говорится хапать лишнее а я это умею вот вот этот цир туз цитрус цирус и он стоит давайте посмотрим ну по моему 330 тенге до чай черный 330 тенге я взял одну пачку надеются что хватит так еще знаете дорогие мои я прошлый раз брал чипсы луковые вот такие вот мне они в принципе понравились я с удовольствием срубал с напитком пенным и думаю ну возьму 165 тенге я взял парочку сразу пачек был бы вагон и тележка я бы наверное еще бы взял вот поэтому тоже рекомендую они недорогие мне они в принципе нравятся так теперь мы с вами будем еще одну вещь дегустировать у меня одна знакомая девушка говорила что угощала как-то икрой это у нас понятно что не натуральная икра это аналог вот я ее вообще не люблю никогда я ее не покупаю я покупаю только над натуральную настоящую икру не важно чья она щуки семги там не знаю чья а я всегда беру только настоящую потому что вот этот фигня мне не нравится но что произошло я был как-то недавно в гостях и меня накормили бутербродом я еще удивился думаю вы чё говорю что за праздник что у вас бутерброды с красной икрой потому что вы знаете они вот эти икринки они прям как настоящие лопались и вкус был такой классно мне сказали что купили в магазине вот в дешевом и я вспомнил сегодня решил приобрести хотел позвонить чтобы уточнить у этой девушки и вы знаете не смог дозвониться и когда я уже купил она не перезванивает что ты мне звонил я горит так и так говорилось гурдела в том что хотел купить икру которую ты покупала в фикс прайсе нагрета дурак что ли не фикс прайсе я брала в этом в семафоре я ю твою за ногу медь вот дорогие мои я купил открыл ее и мой однозначный будет вам совет если вы любите вот это имитированную икру то пожалуйста берите она в принципе мне как бы на вкус она понравилась и она довольно приличный у нее вкус но это если вы любите вот такую имитированную икру дайте так красиво но у нас видите такой новогодний практически выпуск красная икра елки моталки вот но если вы как я не любите то конечно же не берите лучше брать лучше разориться один раз и купить настоящую икру вот но если вы ждете гостей много много кстати у нас опять вели ограничения теперь даже и дома нельзя собираться больше трех человек господи как они задрали с этими ограничениями вот в общем смотрите это дело лично каждого я взял первый и последний раз больше я вот эту имитированную икру брать не буду это не моя тема мне не нравится поэтому здесь дело выбор каждого по отдельности да хотите берите смотрите вот такой прикольный наборчик клеев клей универсальный 30 миллилитров и 5 штук супер клеев но у меня дома клея нету а знаете вот бывает такая ситуация когда действительно клей нужен нужно что-то заклеить и и я решил взять 330 тенге но вы знаете это дешево это дешево получается потому что вот такой вот крем господи крема сразу видно человек косметикой занимается вот этот клей в магазине будет стоить где-то как раз то и 330 то есть получается это в подарок ну вот такие клеи поэтому тоже рекомендую качество не знаю не пробовал но я думаю что наверное будет достойно дорогие мои у нас не влазит вам обзор не влазит надо еще еще вот так вот приподнять камеру вот так прошу прощения вот вот теперь уже побольше но теперь мои фонарики не влезли давайте еще вот так вот сделаем вот вот так вот ну я вообще хотел продлить на соседнюю да но кстати вот так вот можно же сделать точно и сразу у меня тут появляется вот такие вот ватные диски я их я их покупаю для своих дорогих клиентов вот что это не 330 тенге 160 штук добавляю небольшую сумму сверху и продаю своим клиентам потому что ну не знаю мои клиенты довольны все прекрасно понимают что это не иванские ну и когда по магазинам бегать никогда наверное это очень хороший выход из ситуации ой не знаю я что-то решил взять еще лейс зеленый лук и вот я кстати цену то и не посмотрел сколько они стоят вот эти вот лейс зеленый лук так чипсы чипсы так 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 ну что же опять бесплатно что ли достались так чипсы 155 грамм ага 155 грамм 440 тенге вы знаете не знаю по моему магазине они так где-то и стоит может быть 470 знаете не все фикс прайсе может быть дешево поэтому смотрите внимательно но взял взял вот такие вот губки 7 штук ну тоже взял знаете я обычно такие вещи брал на оптовки ну где низкие цены ну а тут думаю на чё я буду бегать раз увидел эти так сколько они стоят тоже не помню пытаемся найти нашел 330 тенге а я уже даже не знаю дорого это или дешево для губок так ну это я взял в чайном отделе луговая ромашка после того как переболел решил что будут частенько брать теперь вот такие вот штучки как луговую ромашку грудной сбор но вот принципе знаете что хочу сказать что здесь идет с добавлением чая это не просто трава все-таки с чаем и если вот обычно в аптечная луговая ромашка на горчит то это не горчит это приятная на вкус мне она понравилась вот как чай очень даже неплохо поэтому тоже рекомендую вам если будет будете фикс прайсе тоже можете приобрести она стоит недорого 165 тенге вот нот не знаю зачем взял я не любитель вот таких вот штучек мармеладки жевательные 165 тенге стоит ну ладно взял да взял будем жевать теперь что теперь сделаешь мармеладки но вот такие вещи я конечно люблю это овсяное печенье тут получается 600 грамм не помню сколько вы стоит ведь у меня такой закуп так пряник имбирный пол килограмма где у меня пряник имбирный пряник имбирный это отдельно разговор у меня его забрали вот а этот как раз то рядышком где тотчас потерял печенье овсяное до 330 тенге давайте кстати по традиции то что я еще не пробовал но хочу вам дать свой отзыв сразу если вы вдруг завтра пойдете вот я его открыл и давайте попробуем мягенький но вы знаете я люблю овсяные печенья он довольно сладкий такой на послевкусие такой знаете как будто медовая как будто от с медом очень вкусно очень очень но кстати смотрите что написано можно в пост то есть кто постится можете использовать пост ну простите я поем уже теперь что сделаешь раз начал жевать вот так ну в общем дальше по традиции беру на вот такой вот йогурт нежный соком персика мне он очень нравится стоит он 165 тенге я посмотрел в магазине подобный йогурт стоит 330 или 400 с чем-то тенге поэтому мне приятно радует что я такой экономный класс а вот еще кстати один три косяк три косик с нашел вот но покупая конечно же губки я еще приобрел вот такие вот брем 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 и железные губки в общем не буду я их искать уже сколько стоит подождите а здесь разве нет наклейки 4 штуки так 4 штуки нет все таки надо смотреть потому что фикс прайс иногда бывают любят делать подарки ну что-то не пробьют так 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 нет ни набор губок для сильных может быть все я нашел получается это у меня набор металлических губок 330 тенге стоят их 4 штуки но принципе нормально так ну что еще еще не все у них уже не влазит вот простите пожалуйста мы начинаем расширяться но ты еще маленький уголочек руки бы мне отрубать я все набираю вот эти перцы ну куда я их набираю я не знаю но я пользуюсь ими прям знаете прям очень очень хорошо пользуюсь мне нравятся прошлый раз я не помню брал я или не брал букет этих перцев но я взял и в этот раз стоит он 330 тенге я прям рекомендую хозяюшки берите вы не пожалеете перцы клевые цена дешевая еще я как-то брал фикс прайсе летом вот такой дезодорант для обуви вы знаете мне он очень очень понравился он тоже по моему стоит давайте посмотрю то ли 330 да по моему дезодорант для обуви 330 тенге он стоит поэтому я рекомендую берите хорошо дезодорирует очень очень хорошо у меня тогда не помню с каким вкусом в этот раз я увидел от с ароматом мяты вот поэтому поэтому на этом у меня нет не все есть еще кое-какие вещи взял вот такие вот чипсы 5d боже мой хруст до последней крошки ну вот смотрите прикольно дать посмотрим давайте посмотрим вау смотрите прикольные какие они not кстати фикс прайсе вот таких вещей как чипсы кого вот эти луковые кольца очень очень даже вкусно и он знать смотрите ну кин откусил но они знаете порошковые то есть мне больше все конечно лоис нравится вот дорогие мои на этом у меня теперь точно все последнее что я еще приобрел фикс прайсе это вот такой вот коврик для дома вот он стоит 1100 тенге вот такой вот он ну знаете небольшого размера я думаю что можно можно использовать вот такой вот у нас сегодня получился я бы сказал почти предновогодний выпуск потому что как видите я набрал новогодние штучки я я мог там не остановиться просто я понимаю что у меня рук не хватит нести поэтому я остановился вот мы что что смогли мы сегодня с вами все это попробовали поэтому до сих пор чипсы в зубах вы слушайте но в принципе вот эти тоже вкусные чипсы мне тоже они понравились но еще раз я не очень люблю порошковые чипсы и так дорогие мои вот такой вот у меня получился закуп раз в месяц можно себе позволить сходить в такие вещи обожаю спасибо большое что досмотрели это видео до конца если оно вам понравилось обязательно поставьте палец вверх очень 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 ценю каждый ваш лайк пожалуйста не скупитесь вот прямо сейчас поставьте лайк пока видео не закончилось чтобы вы не забыли естественно если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь потому что я снимаю интересное видео и как видите не откладываю на завтра дегустирую сразу чтобы вам рассказать свое мнение вот тут и пряничек еще теперь сейчас пойду все это доедать доедать это и худеть вот и на это у меня все до новых встреч всем пока 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 пока